Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, с пятого по восьмой стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. «Если кому-то недостает мудрости», — пишет Яков. Здесь, знаете, такой вопрос, кто же признается? Мы очень не склонны к тому, чтобы признавать, что у нас чего-то не хватает, особенно когда речь идет о мудрости, о разуме, способностях каких-то и так далее. Однако для того, чтобы получить у Бога мудрость, нам необходимо признать, что мы в ней нуждаемся. Соответственно, нам нужно признать, что у нас ее просто нет. В нашем переводе Библии употребляется слово «недостает» или «не хватает». Однако в оригинале это слово «лейпу» — буквально «покидать», «оставлять», «недоставать», «не хватать», «истощать» или «заканчиваться». Другими словами, речь идет не о том, что у нас чего-то не хватает. Речь идет о том, что у нас чего-то нет. Такая словесная конструкция употребляется вот в следующих ситуациях. Тебе не хватает тишины, тебе не хватает галстука. Мудрость — она или есть, или ее нет. Итак, мы имеем дело с отсутствием мудрости. И тут возникает очень простой вопрос. Что же такое мудрость? Во-первых, это умение применять знания. Это не просто набор знаний, когда ты очень много знаешь, у тебя достаточно большие палаты знаний, ты знаешь все обо всем и всегда. Нет. Вопрос не количества знаний, а именно умение их применять. И вот здесь очень важно, что мудрость, которая не обладает знаниями, не может быть мудростью. Потому что если нечего применять, то, собственно говоря, мудрости и нет. Мудрость — это дар. Ее можно только получить. Невозможно заработать, приобрести, украсть, научиться, натренироваться. И так далее. Очень большое число людей всю свою жизнь стремятся к мудрости, но так ее не достигают. Почему? Да потому что просто не понимают, что мудрость можно только получить, попросив у Бога. Поэтому Соломон говорит всем имением, изо всех сил, всеми силами приобретай знания. Мудрость также является способностью систематизировать эти знания. Не просто применять, а раскладывать по полочкам, чтобы, когда необходимо, соотносить одно с другим. Мудрость также всегда центростремительна. Она не пытается расширить пределы. Мудрость всегда желает докопаться до сути вещей. Не просто узнать все о каком-то предмете, а понять суть предмета, вещи или какого бы то ни было события. Только Бог может дать нам мудрость. Только Он является ее источником. Поэтому для того, чтобы нам получить мудрость, необходимо только две вещи. Первое, как я уже говорил, осознать то, что нам это необходимо. И второе, просто попросить. Как вы считаете, есть ли у вас достаточно мудрости или вы все-таки испытываете в этом нужду?